В Шумерле ситуация в сфере ЖКХ меняется в лучшую сторону. Итоги развития города обсудили накануне на расширенном совещании. Какие планы строят местные власти, узнавал мой коллега Дмитрий Квалев. Глава администрации города Александр Зиновьев хранит в рабочем кабинете фрагменты труб, по которым раньше текла горячая вода. 30 лет назад, отмечает градоначальник, коммуникации прокладывали с нарушениями. Она миллиметров, а должна по снипу быть 9 миллиметров. А вот такие трубы мы сейчас закладываем. Вот такие трубы. С таким, это 12 метров. В муниципалитете накопилось немало проблем. Глава администрации города говорит, что многие жители врезали в домашние радиаторы краны, чтобы сливать горячую воду. Шумерлинские котельные зимой работали на износ. Росли долги за газ и электричество. Сейчас специалисты выявляют нарушителей и демонтируют незаконно установленные краны. В городе продолжается замена изношенных труб. Навести порядок в системе ЖКХ намерены в ближайшие годы. Меньше тех, кто ворует эти деньги. Отдельные примеры еще не остались. Хотя мы с республики выделяли средства. Вот это тоже проблема, которая сегодня волнует и вас, и нас. Но по крайней мере, руководители города по-другому смотрят на эти вещи. Вот водоканал, да? Обеспечивал водой горожан. Сегодня более чем два раза он меньше воды поставляет, но горожане не ощущают дефицит воды. В городе продолжают благоустраивать дворы и ремонтировать дороги. Поэтапно в Шумерли ликвидируют аварийное жилье. На строительство новых домов муниципалитет уже получил порядка 500 миллионов рублей. Недавно были возведены две многоэтажки. На воселье здесь сыграют более 50 семей. Качеством работ Михаил Игнатьев остался доволен. Отделки эконом-класса, линолеум есть, отопление есть, все и есть. В ближайшее время Шумерли может войти в программу поддержки моногородов. Для этого необходимо пройти непростой конкурс. Муниципалитету удалось привлечь ряд крупных инвесторов. В этом году мы открыли новое производство. Бетон открылся. Инвестиции вложены были предпринимателям. Сейчас в городе появился впервые за многие лет. Это бетон, керамзитно-бетонные блоки и другие изделия, которые связаны с этим производством. С бизнесом мы поддерживаем теплые и хорошие отношения, помогаем, работаем. И бизнес в том числе отвлекается. Это наши просьбы. Михаил Игнатьев посетил и местную гимназию номер 8. Недавно здесь началась реализация проекта «Доступная среда». Для обучения детей-инвалидов классы оборудовали специальной техникой со шрифтом Брайля. Есть у нас принтер, который печатает шрифтом Брайля. Вот у нас монитор, увеличитель мы его называем. Он увеличивает в любом масштабе то, что текст написан в учебнике. Очень удобно им пользоваться. С преподавателями глава региона встретился за круглым столом. Михаил Игнатьев отметил, что гимназия по многим позициям занимает первые места в республике. Ее ученики одерживают победу на престижных олимпиадах и поступают в ведущие вузы страны. Митрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.